друзья всем привет с вами канал observer меня зовут артём и в этом ролике мы поговорим о компактном бинокле зумом созданном для наблюдения за спортивными мероприятиями и легкого туризма nikon sportstar зум 8 24 на 25 поехали nikon японский бренд входящий в конгломерат митсубиси с более чем столетней истории основанных 1917 году и на сегодня являющийся одним из лидеров в разработке оптических приборов и занимающий огромную долю рынка оптической техники компании на протяжении своего существования вела активную деятельность производстве как гражданской техники так и инструментов для военной и научной сферы в частности nikon вел активное сотрудничество с нас а они создавали передовые камеры для космических аппаратов а также брендом были построены несколько крупных телескопов использовавшихся японских обсерваториях и налажено производство профессиональных микроскопов для медицины и лабораторной работы основное же направление бренда на массовом рынке производство фото и видеокамер а также объективов для них однако помимо этого производитель имеет в ассортименте довольно широкий ряд и спортивной оптики лазерных дальномеров зрительных труб и биноклей отличающихся весьма высоким качеством и заслуживших широкую популярность у охотников туристов и рыбаков на нашем канале мы обозревали довольно много моделей различных биноклей бренда все ссылки можно найти в описании под видео да и в целом загляните в наши плейлисты более 200 обзоров оптической техники и информационные познавательные видео на тему оптики наверняка смогут вас заинтересовать кстати по-японски название компании правильно произносится как nikon на западе говорят nike ну а в россии мы привыкли к собственному варианту произношения nikon что ж сегодня мы рассмотрим бинокль nikon sportstar zoom 824 на 25 который входит в линейку компактных моделей sportstar состоящую из двух подсерий собственно sportstar zoom и sportstar x назначение нашего бинокля как его позиционирует производитель наблюдение за спортивными мероприятиями а также легкий городской туризм и работа на природе по сути так оно и есть важно понимать что эта модель не претендует на самую резкую и звенящую картинку а скорее является прибором для неискушенного массового пользователя которому важно универсальность компактность и простота использования nikon sportstar zoom доступен в трех различных цветах белый классический черный и темно синий как в нашем случае есть из чего выбрать модель комплектуется помимо инструкций по эксплуатации и гарантийного талона только самым необходимым на шейном ремешком и плотным чехлом из материала под кожу с застежкой на липучке на последнем есть также шлевка для продевания через ремень и ношение на поясе модель сконструирована по оптической схеме с использованием призм пора при этом конструкция отличается тем что во-первых объективы при регулировке межосевого расстояния тубусов окуляров остаются неподвижными а во-вторых при фокусировке зафиксирован центральный мост то есть нет выдвигающихся частей такое решение должно придать биноклю большей прочности и удара устойчивости механизм фокусировки центральный то есть резкость настраивается единовременно в левом и правом окуляре с помощью единого барабана сверху корпуса доступ к нему прост настраивать фокус легко без отрыва от наблюдений ход механизма плавный и имеет широкий запас случае же если у вас различается сила зрения между левым и правым глазом ее можно скомпенсировать за счет кольца диаптрийной подстройки на правом окуляре после чего все дальнейшие регулировки сводятся лишь к манипуляциям с фокусировкой и зумом корпус изготовлен из пластика и что важно не имеет внешнего резиного покрытия или хотя бы вставок обеспечивающих лучший хват руками это несколько непривычно и из-за этой особенности бинокль ощущается в руке намного дешевле своей стоимости а также не является погодозащищенным так как не имеет достаточно герметизации наличие возможности использования приборов дождь или снег производитель не указывает габариты модели небольшие в принципе бинокль вполне умещается на ладони вес также относительно легкий по нашим замерам он составляет примерно 320 грамм сравнить с паспортной массой к сожалению мы не можем так как производитель такие данные не указывает оптика прибора выполнена из фирменного стекла nikon марки эко глаз являющегося близким аналогом стекол бак 4 но затем исключением что в составе эко глаз не используется мышьяк и свинец за счет этого во первых картинка не желтит а во вторых бинокль при утилизации становится менее вреден для окружающей среды на оптические элементы модели нанесено многослойное просветляющее покрытие его визуально видно по бликам различных цветов на внешних линзах прибора объективы как следует из маркировки бинокля имеет диаметр всего 25 миллиметров что очень немного но в целом приемлемо для компактного прибора напомним что наш бинокль оснащен механизмом смены увеличений то есть функции зум с диапазоном от 8 до 24 крат управление зумом осуществляется за счет рычажка верхней части корпуса регулировка происходит плавно без привязки каким-либо фиксированным ступенем минимальной дистанции фокусировки на увеличение 8 крат составляет всего 4 метра то есть с биноклем доступны наблюдения даже за близко расположенными от наблюдателя объектами окуляры оснащены поворотно выдвижными наглазниками которые в поднятом положении выполняют функцию бленды при работе без очков защищающий от боковых бликов и выполняющую роль ограничителя чтобы зафиксировать расстояние от глаза наблюдателя до окуляра на наиболее оптимальном расстоянии равном выносу выходного зрачка с правильной картинкой и широким полем зрения ну а в случае если пользователь носит очки достаточно опустить наглазники в нижнее положение теперь стоит поговорить о таком важном параметре как диаметр выходного зрачка то есть светового пучка попадающего из окуляра на глаз пользователя формирующего конечное изображение при наблюдении в бинокль его легко можно рассчитать разделив диаметр объектива на кратность таким образом с нашей моделью мы получаем выходной зрачок в пределах от 3,1 до 1 миллиметра подобные нюансы о которых вы часто спрашиваете в комментариях под роликами мы освещаем в нашем инстаграме не забудьте заглянуть в наш аккаунт по ссылке в описании кроме ответов на вопросы там можно найти большое количество красивых фото и видео на тему астрономии и микроскопии а также много другой полезной информации так вот например приемлемым для работы в условиях недостаточного освещения скажем сумерках или тумане считается значение зрачка не ниже 5 миллиметров а комфортным нижним порогом даже для наблюдений при ярком солнечном или искусственном свете зрачок в 2 миллиметра в соответствии с минимальным размером до которого может сузиться человеческий зрачок в нормальном состоянии для того чтобы продуктивно воспринимать хотя бы то небольшое количество света которое будет передавать подобный прибор бинокль же никон спорта зум переходит этот условный предел уже на кратности от 12 и выше после чего картинка начинает сильно темнеть и терять в детализации контрастности и насыщенности такой диапазон увеличений оправдан например в полноразмерных моделях никон окулон а 211 8 18 на 42 или 10 22 на 50 который кстати по ряду параметров обходят спорт старзум и имеет более низкую стоимость но и конечно большие массу и габариты однако в нашем случае широкий разброс кратности слишком излишен для прибора кроме того на увеличение свыше 12 15 настоятельно рекомендуется установка бинокля на штатив потому что визуально дрожание изображения от рук становится чрезмерным из-за чего сильно напрягаются глаза и уходит комфорт от работы с прибором а модели линейки спорт старт не имеет гнезда для монтажа на штатив следовательно на больших кратностях в общем то наблюдать не очень удобно и практически бессмысленно в этом плане более практичными и продуманными выглядят приборы из соседней подсерии спорт старые x фиксированной кратностью и кстати к тому же с водозащищенным корпусом и в два раза меньшей стоимостью благодаря конструкции на основе roof призм они более компактны а из-за отсутствия системы зум которые всегда существенно режет поле зрения имеет более широкий угол обзора 8,6 градуса у моделей x 8 на 25 и 6,5 градуса у модели x 10 на 25 и это против всего 4,6 градуса на минимальной кратности у нашего бинокля зум 8 24 на 25 если же ваш выбор все-таки остановился именно на приборе nikon sport star zoom рекомендуем перед покупкой проконсультироваться со специалистами нашего интернет-магазина observer-msk.ru в онлайн-чате на сайте или заказав обратный звонок нужно четко понимать для каких целей вы планируете его приобрести и осознавать возможные ограничения которые накладывают его характеристики ну а на сайт рекомендуем заглянуть в любом случае на нем представлен широкий ассортимент различной оптической техники биноклей монокуляров зрительных труб телескопов микроскопов приборов ночного видения и многого другого все это по выгодным ценам кроме того в описании под видео можно найти промокод на скидку при покупке что ж мы поговорили об особенностях моделей и и технических параметрах самое время посмотреть на что она способна на практике область за которой мы наблюдаем находится примерно в 190 метрах от нас кратность на бинокле установлена минимальная то есть 8 крат благодаря чему мы видим этот пешеходный переход также как и не вооруженным глазом расстояние в 24 метра наш способ съемки камеры через окуляр конечно не передает в полном объеме то качество картинки которые можно увидеть собственными глазами так как съедается и общая детализация и яркость но тем не менее примерное представление об изображении формируемым прибором получить дистанционно можно что можно сказать конечно сказывается маленький размер объективов и скромный выходной зрачок картинка не очень яркая и имеет не самое высокое разрешение однако цветопередача и резкость на большей части поля зрения весьма неплохая в то же время ближе к краям она начинает падать кроме того в этой области начинает проявляться хроматическая аберрация на ярких объектах виде ореолов синего и оранжевого цветов исходя из характеристик результаты в принципе ожидаемые давайте увеличим кратность и посмотрим что бинокль выдаст на максимальном ее значении яркость конечно же существенно упала так как выходной зрачок сузился до критического значения в 1 миллиметр также нужно понимать что в биноклях с функцией зум повышение кратности работает так же как и при цифровом зуме то есть масштабирую картинку вы не раскрываете новых деталей так как разрешение остается прежним следовательно детализация мелких объектов не становится лучше что мы видим на нашем примере при этом стоит отметить что в отличие от многих прочих компактных моделей у nikon sportstar сохраняется правильная геометрия картинки нет эффекта вогнутости или выпуклости поля зрения а также тоннельного эффекта посмотрите как увеличивается яркость если не меняя настройки камеры в режиме онлайн сменить кратность на минимальную кроме того при отсутствии крепления для штатива вести наблюдение с рук на увеличение свыше 12 становится очень некомфортно изображение сильно дрожит что при малом поле зрения делает работу с биноклем затруднительной увеличение же в пределах 8 12 крат вполне рабочие а так выглядит область за которой мы наблюдали с нашей точки без увеличительных приборов что же как показал наш тест модель nikon sportstar zoom действительно неоднозначный бинокль у которого есть как свои достоинства так и недостатки к плюсам можно отнести компактный формат стильный дизайн качественную оптику nikon эко глаз и работу на увеличение от 8 до 12 крат ну а среди минусов высокая стоимость отсутствие резинового покрытия корпуса или хотя бы вставок для удобства хвата и предотвращения скольжения невозможность наблюдения в дождь или снег и работа на увеличение свыше 12 крат выбирать этот прибор или нет решать конечно же вам но обязательно взвесьте все за и против возможно для решения поставленных вами задач лучше подойдут другие модели бренда что ж друзья я надеюсь сегодняшнее видео вам понравилось обязательно ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажать на кнопку колокольчик чтобы быть в курсе всех новых роликов на нем если у вас остались какие-то вопросы пожелания по тематикам будущих видео или есть соображения на тему сегодняшнего ролика обязательно все это оставляйте в комментарии давайте общаться и делиться информацией но я с вами прощаюсь всем пока